Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», 29-й том, вопрос 4012. Возрождение душ священники всегда видят через частое причастие и частую исповедь. А как это было в зарубежной церкви? Понимали ли лучше проповедники, что нужна личная встреча со Христом, рождение свыше, а не только говение? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Ни одной подобной проповеди нигде не встречал. Могу привести одну из лучших проповедей на тему подготовки к последним часам своей жизни. Кавычки открыты. Наши пастыри и их паства живут в современных условиях особого духа, которые можно назвать без малейшего преувеличения или какого-нибудь мистического увлечения предапокалиптическим. Уже больше нет во всей вселенной ни одного правителя или правительства, которые управляли бы своим народом по милости Божией благодатью Святого Духа. Отнят от земли, удерживающей помазанник Божий. Закончилась Константиновская эпоха благодатного правления. Раскрылась в жизни последняя книга Священного Писания, Откровение святого апостола Иоанна Богослова. Наследница Византийской империи, православная российская держава, больше не существует. Весь мир разделили между собой две силы. С одной стороны, воинствующий безбожный коммунизм, а с другой стороны, так называемый демократический западный мир, в котором еще теплится свобода. Последний, внешне для поверхностного наблюдателя, раздроблен на бесчисленные христианские и нехристианские религии и секты, но который внутри, как цементом, скреплен антихристовым духом. В промысле Божьем благодатная эпоха правления православными государями нам была дана для того, чтобы мы могли тихо, свободно и последовательно спасать свои души. Помазанник Божий нас ограждал от непосильного огненного искушения, которое сейчас обрушилось на весь мир в виде коммунизма и масонства. А мы по греховности нашей осуетились. Каждый занялся своим ремеслом, своей профессией. Доктора, юристы, инженеры, да и просто мастера всякого дела на земле превратили свои земные занятия в свои религии, отдавая им все свободное время, свои силы и свое сердце. Для православной их веры у таких людей оставалось, если вообще что-то оставалось, совсем мало места. Часто формальное отправление обрядов, да и только потому, что так надо, так полагается, так живет все общество, и нельзя не идти в ногу. Сын Божий сошел с неба, всемогущий Бог стал человеком, чтобы нас обожествить. Целые сонны праведников, пророков, чудотворцев, Христа ради юродивых прошли через нашу необъятную страну. Господь послал нам поразительных проповедников, проникновенных богословов, изданное творение всех святых отцов, священное писание, от карманного формата до роскошных богослужебных книг. Брошюры, листки, молитвенники миллионами или раздавались, или за гроши продавались нашему народу. Во всех епархиях печатались журналы, миссионерские листки, и все это, как некогда пророчество, стало изнемогать перед безграничной суетой, в которую погружался наш народ. Наша русская литература, по меткому слову профессора Андреева, будучи всегда некой духовной кафедрой, отражала наглядно духовный процесс постепенного духовного падения нашего народа. От беспечных старосветских помещиков, погрязших в негу кулинарии, стали родиться индивидуальные хамы-большевики, ноздревы. А так, там, не за горами уже обозначился контр идейного безбожника Верховенского, от которого только один шаг к Ленину. И что же делать? По нашему, может быть, смелому мнению, Господь, чтобы вывести наш народ из этого тупика суеты, погружающего его постепенно на самое дно ада, велить своему ангельскому воинству отворить врата адово и выпустить на наш народ, а за ним и на всю вселенную, ибо суд с дому моего начинается, в скобках, демонов, которые бы жадили людей, будили бы их от сна греховного. Этим последним крайним промыслительным мероприятием Господь хочет привести в разум, вывести к свету Божию народ свой, людей своих. Всем беспечным делателям, осуетившимся земными делами, рано или поздно каждому в отдельности будет поставлен роковой вопрос, с кем он, со Христом или с демоном. И вопрос этот будет поставлен не архиереем, не священником, от которого привычно все это слушать и которых больше не слушают, а от демона и через его служителей, от которого будет зависеть весь успех земной жизни, все богатство, вся земная слава этих осуетившихся масс людских. Какое же будет у них потрясение, какой шок, вся премудростью сотворил еси Господь и творишь. Демонов заставил Господь привести к духовной сущности осуетившийся мир. А сущность сия это то, что есть всемогущий Господь, есть демоны, есть Царство Небесное, есть ад, и что мир сии проходит как туман. Когда душа, когда будет поставлен такой роковой вопрос, то всякая человеческая душа выстрепещет, вся изменится, вся потрясется, но должна будет сделать неминуемый выбор и не будет места больше духовному нейтралитету. Нельзя больше будет оставаться как бы в стороне, нельзя больше будет духовно ловчить, обходить, прятаться. Никто не сможет больше куда-либо укрыться, всякого тайного найдут, всякого выведут из потемок, из закоулок, и конец будет всякой духовной дипломатии, временному нейтралитету. Выбор простой и ясный. Свет и тьма. Христос и Вильяр, преосвященнейшие владыки, преосвященнейшие владыки, мы уже вступили в начало эпохи этого великого выбора. Из-под самых наших кафедр у нас крадут души человеческие, выедают их изнутри, оставляя нам одну пустую бесплодную скорлупу. Мы должны это знать. Это актуальность мировой проблемы наших дней. Искушение жгучее, огненное, оно налицо перед нами, а значит, в этом и воля Божия, и Божие попущение. Мы будем свидетелями потрясающих перемен в людях. До сего дня нам известные, казалось бы, благочестивые люди вдруг станут предателями, изменят полностью свой духовный вик, и наоборот, до сего, как бы спящие, станут ревнителями благочестия даже до смерти. Выберут Христа, станут на сторону Господа только те, кто любит лично Христа, для кого Христос спаситель, промыслитель, все во всем, денно и ночно. Господь попустил всем злым силам взять такую власть на земле, такое временное земное, почти все всемогучество, и нам, архипастырям, такое положение диктует применить самую главную, вечно действующую тактику, приобщать ко всемогущей Божьей благодати Святого Духа всю нашу пасту. Нет больше помогающих нам в этом нашем пастырском делании, нет удерживающего зло помазанника Божьего, нет настоящих христианской общественности и христианской школы. Даже когда-то вдохновенное Святым Евангелем законодательством во всем христианском мире подменяется и обкрадывается или просто заменяется. Мы одиноки. Прежде чем архангельская труба возгремит всем земнородным великим вонмен, страшное пришествие Христова, нам еще теперь нужно было бы высказать, сказать нашей пастве наше архипастерское вонмин. Раскрыть картину не грядущего испытания, а уже действующего искушения, неминуемого выбора. Не будем себя обманывать, не делать никаких иллюзий. Великое множество православных не выдержит такого жгучего испытания и падут падением великим. Прежде чем сгорит земля и все дела, я же на ней, сгорит все легковесное, все, что уповает на богатство, успех и славу земную и останутся только нелицемерно любящие Христа, преданные ему даже до смерти, любящие только его, спасителя своего, и больше никого и ничего. Перед такой грозной картиной, уже торжествующего зла нам архипастерям, належит не только сказать сильное слово своей пастве, но и привести в действие все богатство даров Святого Духа, всегда пребывающего в Церкви Христовой. Вся наша паства уже приобщена через все таинства благодати Святого Духа, и нам подобает только всеми доступными средствами пастырского делания разжечь этот огонь в пламя и сделать все, что в наших возможностях, чтобы, по слову апостола Павла, быть всем для всех, дабы кого-то спасти. Как конкретные мероприятия необходимо убедить всех верных оставить старую практику приобщения Святых Тайн только один раз в год, если кто еще до сегодня придерживается этого малого похвального обычая. Всех наших пастырь убедить самим молиться перед совершением Святых Тайн и исповеди, дабы Господь преподал им дар любви, мудрости, сострадания и милосердия. Указать всей нашей пасты о необходимости также молиться и перед тем, как идти на исповедь, дабы Господь преподал им Дух, дар Духа Святого, истинного раскаяния, дар умиления и сокрушения о своих грехах, дар слез, омывающих души нашей водой второго крещения, и чем и должна быть наша исповедь, а не минутное исповедование своих грехов. Всем нашим издательствам хорошо было бы отпечатать все самое лучшее, нерутинное, что когда об этой не было писалось в православной духовной литературе, об исповедении причащения святых тайн, этого источника возрождения, обновления всякой души христианской. Об этом надо проповедовать перед каждым постом, читать об этом лекции, делать малые и большие съезды не только молодежи, но и для всех больших и малых. На таких съездах необходимы не только лекции, чем часто увлекаются их устроители, но главное внимание обращать на чисто духовную воспитательную сторону съезда. Посвятить несколько дней на вопросы, которые часто человек носит в своей душе, многие годы не получая на них настоящего верного православного ответа. Тогда завяжется живая связь между душами приезжих и пастырями. Весь съезд делается молитвенным и каждый днем все больше и больше будет говеющих, а при ежедневном богослужении скорее всего походить не на съезд, а на паломничество, что и будет предельной вершиной духовного успеха съезда. Упомянутое огненное искушение уже в действии, и вот-вот постучатся двери каждого пастыря и посолника. А потому пастырем надо быть очень мдительным и возможно посещать тех из своих прихожан, которые стоят на лестнице общественного или материального успеха, тех, которые первым будут предъявлены духовным ультиматумом. Посещая их, следует указывать, что придет для них в жизни день, когда в своем восхождении от успеха к успеху они найдут свой потолок. И тогда им поставят ребром этот ультиматум, и они почувствуют себя стоящими на лезвии острого ножа. Конечно, при освященнейшие владыки не будем себя обманывать. Никакое заранее знание, самое кропотливое, самое исчерпывающее всех извилин зла, знание всех коридоров подземельных ада никого не спасет, никого не выручит, но единственная живая личная горячая любовь к Спасителю нашему Господу Иисусу Христу. Приходилось в жизни наблюдать, как тончайшие исследователи темных сил жалко кончали свое существование в их жередах. Таковы условия современной жизни, в которых живут наши пасторы и пособные. Архипастор Виталий Устинов Мансо Вилл Канада 1983 Исайя 42 глава 19 и 23 стих Кто так слеп как раб мой и глуп как вестник мой мною посланный Кто так слеп как возлюбленный так слеп как раб Господин Кто из вас преклонил к этому ухо вникнул и выслушал это для будущего Иеремия 4 22 Это от того что народ мой глуп не знает меня неразумные они дети и нет у них смысла они умны на зло но добра делать стихотворение противоестественно остаться одному кипеть и плеть на собственных дрожжах легко безвестности во мраке утонуть и одному как от кого земле рожать и не случайно Бог определил нехорошо Адаму одному томиться хотя хватало обезьян горил зверье ласкалось подлетали птицы не поделиться мыслями тот час в разумении своим и размышлением и разумением своим и размышлением и кто совет спасительный подаст с кем преклонить в согласии колени один не приведи Господь и сохрани того кто ищет путь в духовном плане хотя бы даже к Бигбле привык читал Евангелие наизусть послание но так легко и просто искуситься не распознать где Божие где свое вкушать придется не плоды а листья как хорошо быть со Христом вдвоем я испытал такое наваждение из биографии не выбрать строки при врезности вдвойне насадят демен при приемности вдвойне насадят демон вчерашнего сегодняши будет вопреки незримые неразрешимые нагрянули вопросы их расколоть ни времени ни сна а при наставниках все разрешается просто все разрешится просто среди зимы цветение зеленая весна как часто под руку вернется еретик и завернет в звериные трущобы души затерянной ты не расслышишь крик мозги расквасив станешь как амеба благодарю создателя бесчисленных миров что по молитвам предков православных нам дал сектанский заеватель ров через святых отцов петь троицы наставил Игнатий Тихонович Лапкин 2008 год